Я считаю, что процесс поправок в Конституцию правильный. На самом деле, попытка привязать к личности Путина весь этот процесс – это передергивание и манипуляция. Большая часть поправок на самом деле будут иметь значение и после Путина. Вообще, я скажу, что Россия была до Путина, Россия будет и после Путина. Например, поправки о русском языке и государствообразующем народе. Поправки о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Поправки, привязывающие им род и жизненный уровень. Эти вещи выходят далеко за рамки текущей сиюминутной конъюнктурной политической ситуации. И к Путину вообще прямого отношения никого не имеют. Я считаю, что как раз те люди, которые агитируют против этого процесса, против поправок, против изменений и привязывают все к Путину, они передергивают, они на самом деле пытаются свое нежелание принимать именно эти поправки, скрыть за переводом стрелок на Путина. Вот, в конце концов, простая вещь. Ясно же, что у нас, например, вся либеральная оппозиция крайне отрицательно относится к этим двум поправкам насчет приоритета национального права и насчет двойного гражданства. Ну, понятно же, что им этого не хочется. Но для того, чтобы это не случилось, они начинают переводить стрелки на Путина. Путин то, Путин сё. Я бы еще радикальнее выступил, если бы мог бы на это влиять. Я, например, написал в рабочую группу предложение по собственной поправке по поводу того, чтобы Россия была признана исторической родиной русского народа, и в связи с этим была бы учреждена программа репатриации для русских. Но в этом виде это не прошло. Но само по себе упоминание о русских и как государственном образующем народе, я считаю, и это уже достижение. Поэтому я думаю, что процесс этот правильный. Блокировать его, игнорировать его, бойкотировать его, на самом деле означает делать хуже для России, а не для Путина. Потому что и перевод стрелок на личность Путина – это просто увод от реальной ситуации.